Как дела на рынке труда? Работа есть? Я знал, что обязательно зададут этот вопрос. В целом, перспективы для iOS-разработчиков сегодня остаются, на самом деле, сильными и даже растущими. Конечно, текущий спрос по сравнению с доковидными временами, а тем более с ковидными временами, довольно сильно просел. Но даже на фоне мировых катаклизмов он продолжает расти, как бы там ни было. То есть стагнации нету, идет рост. И это обусловлено как раз таки несколькими факторами. Первый – рост числа активных устройств Apple. И сейчас, наверное, многие подумали, ну да, в мире растет количество устройств Apple. Но нет, я говорю про Россию. Даже с учетом того, что Apple официально не представлен в России теперь уже, да, старт продаж iPhone 15 оказался событием, вызвавшим огромный ажиотаж. И его продажи превысили самые оптимистичные прогнозы. Ну, вот так, например, Wildberries отметил рост продаж, сейчас я гляну, на 66%, мегафон на 10%. МТС вообще удвоил свои продажи. Раз есть спрос на него, значит, будет и спрос на iOS-разработчиков. Бинго. И даже с учетом всех санкций, ни одна компания, которая под них попала, не распустила свою iOS-команду разработчиков. Более того, большинство компаний продолжают найм, чтобы оставаться в обойме и продолжать предоставлять клиентам наиболее удобный пользовательский опыт в быстроменяющихся реалиях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!